МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы очистить воду, спасатели использовали 30 килограммов абсорбента, вещества, впитывающего масло. После чего с помощью специального оборудования начали собирать смесь. Бонного заграждения поставили. Сейчас его извлекли на берег, вещество вместе с маслом. Потом все это будет собираться для дальнейшей утилизации. По словам спасателей, в воду попало 3-5 литров масла. Площадь загрязнения около 15 квадратных метров. Экологи, уже смотревшие место ЧП, успокоили. Серьезной опасности нет. Причины массового заболевания военнослужащих в Острогожске установлены. Там завершила работу комиссия Минобороны. Выявлены грубые нарушения. Информация об эпидемии войсковой части в Острогожске появилась в конце сентября. Свидения о количестве заболевших были разные. От 120 до 700 человек. И вот сегодня руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области привел имеющиеся у него свежие данные. В госпитале в Воронеже с воспалением легких находятся 54 солдата. В Курске еще 15. Инфекционная причина где-то в части лежит. Потому как все-таки аномально это все. Именно такие последствия в виде воспаления легких. И, соответственно, несвоевременное направление людей, которые уже начали серьезно заболевать в госпитале. Причина же вспышки пневмонии то, что солдаты в холод ходили в мокрой одежде, а в случае заболевания не обеспечивались медикаментами. Факты, выявленные комиссией, выложены на официальном сайте Минобороны. Отсутствовало горячее водоснабжение в отдельных казармах. В том числе отопление помещений, предназначенных для сушки обмундирования. Не были приняты меры по профилактике и предотвращению распространения инфекции. Начальника Минслужбы, командира части, уже уволили. Но руководитель аппарата, уполномоченного по правам человека в нашей области, намерен все же лично посетить злополучную часть. Наталья Горохова, Валерий Бобкин, Новости 24. Воронежским ветеранам три месяца не выплачивают компенсации по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщил сегодня главный профсоюзный деятель нашей области Алексей Овчинников. Три месяца не выплачиваются льготы нашим ветеранам. Три месяца я письмо официально написал Наталье Ильиничной. Чем объяснить? Кто должен на это слово твердое ответить и проинформировать? Этот вопрос был задан губернатору во время встречи Алексея Гордеева с лидерами профсоюзных организаций. Глава области заявил, что впервые об этом слышит. И тут же потребовал объяснения от руководителя Департамента труда и социального развития. Наталья Самойлюк оказалась в курсе. По ее словам, ранее воронежским льготникам начисляли больше средств, чем положено. Все это время департамент разбирался в ситуации и сейчас якобы уже произведен перерасчет. Сегодня пассажиры одного из городских автобусов неожиданно для себя узнавали, что платить за проезд не надо. Более того, горожанам предлагали прямо в пути ознакомиться с работой профсоюзов. Так в Воронеже поддержали Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Этот автобус 52-го маршрута отправляется в необычный рейс, но путь следования прежний. Так что спеша на работу воронежцы и не подозревают, что их ждет. Уважаемые пассажиры, заходите на сегодня бесплатный профсоюзный рейс. А дальше один приятный сюрприз меняется другим. Прямо в дороге пассажирам предлагают проконсультироваться по вопросам защиты правтрудящихся и рассказывают, как работают профсоюзы. Для многих воронежцев это уже давно забытая организация. Все равно они нужны. Где-то что-то, чего-то в жизни все бывает. И болеют люди, и здравые. Но кому-то что-то, чем-то они помогут. Это осведомляет множество людей, которые не в курсе о текущих вопросах, насущных проблем этого города. Во Всемирный день действий профсоюзов воронежские активисты организовали несколько акций. В основном просветительского характера. Говорят, люди должны знать, что их интересы могут быть защищены. И там, где есть профсоюзы, там у нас практически нет задержки заработной платы. Я вам приведу пример. У нас задолженность по заработной плате составляет по Воронежской области где-то более 20 миллионов рублей. И из них более 18 миллионов на алюминиевом заводе, где нет профсоюзной организации. Возможно, надеются организаторы, кто-то у себя на работе захочет создать профсоюз. Но пассажиры профсоюзного бесплатного рейса пользу от таких организаций уже ощутили. Анастасия Ермакова, Александр Федоров, Новости 24. Семьи, переселенные из аварийного общежития на Рабочем проспекте, теперь обживают квартиры в новом доме. Люди впервые в жизни получили собственное жилье. Новоселье состоялось благодаря муниципальной программе расселения из Ветхого жилфонда. Здравствуйте. Привет, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Ульянникова и ее мама встречают главу города уже как добрые знакомые. Говорят, никогда и не мечтали обрести собственную квартиру. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Два года назад, когда Оксана готовилась к поступлению в ВУЗ, их общежитие на Рабочем проспекте на три недели оставили без электричества. Я как бы днем работала, и когда я прихожу с работы, уже темно. Я не могла подготовиться, чтобы поступить в институт. Отчаявшаяся девушка обратилась за помощью к мэру, приехавшему в ее школу с проверкой. После этого в судьбе жильцов общежития стали происходить настоящие чудеса. Чуть больше года назад, в сентябре 2010-го, депутаты гордомы приняли решение о приемке этого общежития из Казанной Российской Федерации в муниципальную собственность. Сделано это было для того, чтобы здание обрело статус жилого дома, а его жильцы смогли, наконец, приватизировать свои комнаты. Еще через полгода общежитие было признано непригодным для проживания. Дом вошел в муниципальную программу по переселению. А уже в этом сентябре 17 семей стали собственниками новых квартир. Большинство снова соседи. По привычке ходят друг к другу в гости и вспоминают прежнюю жизнь, как страшный сон. Умываешься, стоишь, окапает на голову, вода льется. Все побелка, которая отмокала, она вся шла на пол. Ужасные условия были, ужасные. Неудивительно, что после такого новые квартиры кажутся своим хозяевам хоромами. И дом хороший, нравится нам. Но самая, я не знаю, благодарность неимовернейшая – это Сергею Михайловичу Калиуху. Благодаря только ему, благодаря его помощи, благодаря всем его действиям, только он эту проблему решил. К сожалению, признается сам мэр, помочь всем обитателям ветхих домов одной только город-администрации не под силу. Поэтому она решается на федеральном уровне, это 185-й федеральный закон при поддержке губернатора, Воронежской области. Это софинансирование, плюс областная программа и плюс муниципальная программа. Наша задача стоит, что в течение ближайших 5, 10, 15 лет избавиться от этого аварийного фонда. Получить новые квартиры должны и жители так называемых Берлинов-Вшилова. По словам мэра, этих людей обеспечат жильем в течение ближайших двух лет. Светлана Масолова, Евгений Адамов, Новости 24. В новом фельдшерско-акушерском пункте в Малышево начали принимать пациентов. Построили его в конце прошлого года, а до этого жители обслуживали в здании с печным отоплением. Новый фельдшерский пункт для жителей Малышева – настоящий подарок. До этого их принимали в постройке конца 50-х годов с печным отоплением. В недавно открывшемся медпункте совсем другие условия. Персонал невелик. Врачи общей практики, два фельдшера и санитарка. Но для оказания первой помощи этого хватает. Власти же говорят, что впереди решение еще и транспортной проблемы. Нет здесь у нас своего народного маршрута, о котором уже многие говорят, ветераны наши, которые здесь проживают. А еще здесь очень хотят, чтобы в микрорайоне появился свой детский садик. И такие перспективы есть. По словам мэра Сергея Калиуха, микрорайон Малышева включен в программу развития города. Кроме детсада здесь планируют построить еще и муниципальную аптеку. Евгения Барунова, Виталий Корнеев, Новости 24. Как привить ребенку любовь к семье и родине, привлечь его к занятиям спортом, сделать работу школу более эффективной? Все эти вопросы обсуждали родители и педагоги на выездном заседании общественной организации областной родительский комитет в Новохоперске. Семинар с участием председателей всех районных родительских комитетов в Новохоперске провели не случайно. Здесь педагоги и родители работают вместе уже три года. По инициативе общественников ремонтируют спортзал одной из школ и городскую станцию юнатов. Вместе с детьми мама и папа устраивают выставки поделок и концерты. Воспитание ребенка – это процесс очень сложный. И на сегодняшний день быть друг от друга отдельно невозможно. Воспитать ребенка мы должны все вместе. Это семья, это школа, это государство. Объединить усилия – одна из основных задач общественной организации областной родительский комитет. В рамках семинара специалисты и родители обсудили, как привлечь детей к занятиям спортом и сделать здоровый образ жизни модным среди школьников. Приняли решение провести в январе межрайонные соревнования «Папа, мама, я. Спортивная семья». Мария Скорикова, Новости 24. На этом у меня все. Хороших вам выходных. До свидания.